Две недели назад я начал проповедовать о вечности. И ко мне две недели назад после собрания подошли люди и попросили продолжить. На прошлой неделе я продолжал. И я думаю, какие-то вещи приоткрыл, раскрыл, попробовал, по крайней мере. Как я уже говорил, тема очень тяжелая, но она актуальная, потому что современный мир много вещей умалчивает о том, что будет за рубежом. И больше сосредотачивается на том, что бы мы назвали бы словом «американская мечта». Наша реальность, красиво жить, не запретишь. И что-то в этом плане. Но я на прошлых неделях говорил об определенных вещах. Я сейчас коротко пробегусь, напомню. Уверен, что многие из вас и так все помнят. Мы говорили о четырех составляющих человека. Помните, мы говорили о трех, о которых Павел просит у Бога благословения, дух, душа и тело. И четвертая составляющая – наша ныщема, дыхание, искорка от Господа, которая от Него приходит. Она не тленно, не нуждается ни в благословении, ни в чем, потому что содержит всю божественную святость и полноту, и в нас находится, давая нам жизнь. Написано, сотворил Бог человека из праха земного, помните? И вдохнул у него ныщема, дыхание жизни. И стал после только этого человек душой живым. И я еще говорил о четырех конкретных целях, для чего человек сотворен. И кто-то, может быть, помнит, поможет мне, но, можете помнить, я первое сказал, мы для Него сотворены. Как человек делает какие-то вещи, машины, дома, для кого он делает? Для себя. Так Творец человека сотворил для себя. И поэтому одно из назначений в нашей жизни соответствует этому конкретному назначению. Вот с ним быть Бакешер в связи. Другая вещь, для чего Бог сотворил нас, написано, из праха земного, плоть, забота о плоти. Покушать, одеться, таблетку выпить, когда мы стареем. Правильно спать, правильно жить. Еще один аспект. Третий. Плодите и размножайтесь. Конкретно написано. И насаждайте землю. И четвертый аспект. Храни, возделывай сад. Цель нашей жизни. Карьера. Наша эмоция. Наш интеллект. Выплеснуть их. Оставить после себя чего-то, достичь чего-то. И помните, я показывал на примере четырех кувшинов, как какие-то вещи на разных этапах, которых тоже, в принципе, четыре у нас. Младенчество, юношество, взрослость и старость. В зависимости, в какой период мы живем, мы чем-то должны больше посвящаться, чему-то меньше. Младенец, он больше посвящается тому, что называется забота о теле. Но когда человек взрослеет и входит в здравое состояние, забота о теле, она важна, но она не так много должна брать с нашего времени. Больше берет время возделывать сад. Или плодитесь и размножайтесь, воспитывать детей. Или искать Господа. Когда мы стареем, очень важный момент, вот этот поиск Господа. И я говорил, помните, о переходе, о том, что тело уходит, прах и в прах обращается, и устремляется к Творцу. Та нетленная часть, какая-то часть засыпает, а какая-то устремляется к Творцу и находится там, в соответствии с чем и как мы жили. Я на прошлой неделе говорил, что то, что в иврите озвучено словом «шеол», и по-русски переведено как «преисподня», это, по всей видимости, план Бет, временно созданное место, потому что человек был создан для вечности где? Здесь, на земле. Но грех Адама совершил вот это вот дело, и необходимо было временное содержание, пока не включатся процессы, записанные в Деяниях Апостола, 3 глава, 17 стих, там написано «до времен исправления всего», пока все не будет исправлено, не будет воскресения из мертвых. И тогда опять дух, душа облекутся в тело. И есть очень конкретные вписания обетования на эту тему, мы по ним будем пробегаться сегодня еще раз. И на прошлой неделе я еще говорил об одном таком щекотливом моменте, слово «смерть». И помните, я сказал, есть вероятность, что это ангел, который сотворен человеческим грехом, по еврейским концепциям, может быть, это от Господа, не имеет значения. Но это враг. Но с другой стороны, смерть является в некоем роде благословением. Помните, я описывал, почему? Сегодня мы вернемся на эту тему и поговорим еще, чтобы видеть ситуацию немножко шире. Почему я говорю на эту тему? Здесь невозможно очень четко поставить грани. Писания, да, говорят об этом, но каждое слово в писаниях можно истолковывать субъективно. То есть, Леон истолковывает так, как Леон истолковывает, Саша как Саша, Дима как Дима, и Фрайм как Ифрайм как Ифрайм. Каждый истолковывает так, как он понимает. Но все-таки есть определенный консензус. Мнение обобщающее. Важно его знать. Я хочу помолиться. Небесный Отец, прошу Тебя, чтобы Роха Кодыш дал нам всем способность судить о слове, которое мы услышим. И я молю Тебя, Господь, чтобы слово, которое я хочу произнести, произвело правильное действие в нас. Во имя Господа. Ешуа Машееха прошу. Амин. Итак, первый пункт сегодня. Я буду говорить, что смерть – это расплата за грех. И я уже приводил места Писания. Вы сможете высвечивать места Писания. Число 27.3. Число 27.3. Группа еврейских девушек, дочерей одного человека, приходят к Моисею и говорят, у папы не было сына. Так что сейчас земли, которые ему были распределены по наследственному уделу, должны перейти кому-то другому. И там выходит Псак Дин. Решение. Нет, они будут за вами. Но посреди этого диалога женщины озвучивают одну фразу, которая полностью приемлется Моисеем. И они говорят такую. Отец наш умер в пустыне. Он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевых. Он, наверное, был среди тех, которые вокруг Литого Тельца были, но там весь Израиль был. И именно о них Бог сказал, не войдете. Но следующая фраза. Но за свой грех умер Отец наш. То есть, Он заплатил Собою за свой собственный грех. И здесь как бы выходит концепт. И я на прошлой неделе говорил, что в Туре описаны три возможных возмездия, или четыре за грех. Первое, грех маленький. Ты совершил против кого-то, подошел, попросил прощения, дело закрыто. Второе, более серьезное, ты кому-то зуб выбил. И тебе нужно компенсировать. То есть, заплатить за стоматолога, за имплантант. И еще заплатить в три раза больше, потому что ты оскорбил человека. Моральный ущерб. Есть еще более сильно. Когда ты так насолил, что деньги и все это, конечно, компенсируют, но ты нуждался в том, что называлась емки-пуровская жертва. Когда трепет, и священник возлагал руки с трясущимися руками на этого козла и говорил, грех наш, трансформируем туда. Но сейчас козла нету, потому что храма нету. Что же делать? Есть ответ. Ешуа Гамашиах. Написано, стал за всех искуплением. То есть, это вот наш. Но в те времена, когда емки-пур не справлялся, говорили, смерть искупает грех. Теперь послушайте. Идея, которая озвучена в послании к римлянам. Шестая глава. Римлянам. Шестая глава. 23 стих. Там написано так. Ибо возмездие. Что такое возмездие? Как перевести слово возмездие? Расплата или оплата. Наказание. Оплата. Оплата. Возмездие за грех. Смерть. А дар Божий. Жизнь вечная в Ешуа Машехе. То есть, смерть является благом. Потому что оплачивает человеческий грех в этой жизни. Хотя, конечно, когда я говорю, меня у самого, меня бросает в жаркий такой пот. Как оно может быть благом? Когда ее все боятся. Это вот тот дуализм или шизофрения, в которой нам приходится жить. С одной стороны, как верующие, мы понимаем некоторые аспекты духовно. Но наша человеческая, материальная часть, она боится вот таких вот вещей, как смерть. Все-таки мы знаем из священных писаний, что без того, чтобы Машир, без смерти Ешуа, не могло быть его воскресение, соответственно, его вознесение, его победы над смертью, соответственно, его победы царя, царей во всех мирах, и, соответственно, в один день его воцарение на земле. Писание говорит, что в один день, когда он вернется, смерть будет поглощена победою. Написано, последний враг поклонится, имя ему смерть. и если смерть в духовном контексте является благом, потому что оплачивает наш грех перед Творцом, то единственная проблема, она есть у той группы людей, которые называются атеистами. Кто знает почему? Потому что они знают, то есть они понимают, что жизнь человека, это как жизнь собаки. Помер и закопали в простой могилке земляной, что под кремлевской стеной. Помните? Но все равно эта могилка земляная, неважно, где она находится. У атеистов есть нормальная, то есть большая проблема, страх. Проблема в другом, не у атеистов. У нас, как у верующих, жизнь, наша жизнь верующих людей настолько атакована мирским самосознанием, что у современного человека все равно, даже если он трижды верующий, страх смерти. Хотя, значительно меньше, чем у атеистов. Там просто безысхода, просто тьма. Здесь ты знаешь, пускай боишься, потому что тебя поразил. Я прошу прощения, у меня немножко с горлом и все такое. Потому что поразил наш разум, материальный мир. Но силен Бог. И мы веруем в Него. И я хочу сказать, что Слово Божие очень сильно может нас стимулировать в том, чтобы побеждать страх. Видеоигры, сериалы про красивых девушек и мужественных ээээ, что это такое? Пшик-пшик. Вау, прямо голова просветлела. Сейчас сделаю рекламу. Что это такое? Вау! Сериалы про запутанные любовные истории, про сердечные приступы, деньги или бедность, они не выстраивают нашу надежду на Господа. Слово Божье да. Поэтому если вы хотите забыться, смотрите сериалы. если вы хотите духовные выходы решения и надежду, читайте Библию. Еврейская Библия да, говорит о воскресении из мертвых. Это безусловный факт. Вот хотя бы несколько мест писания. Исайя 26, 19. Исайя 26, 19. Пульт управления полетом. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений земля извергнет мертвецов. Это воскресение из мертвых. Это еврейская мечта. Когда хоронили Лазаря, его сестры не думали, что Ишо его прямо сейчас поднимет. И когда Ишо сказал, не боись, не боитесь, я вот иду, сейчас чего-то изменится, воскреснет брат ваш. Одна из сестер как сказала, знаю, Господи, знаю, в день он и. Это часть еврейского самосознания. В один день есть воскресение. Другое место, оно записано в Исайе 25 главе, с 6 по 9 стих, 8 стих говорит так, Исайя 25 с 6 по 9 стих, но там идея такая, и уничтожит Бог на горе сей покрывало, покрывающие народы. Это вот эта вот материалистическая тьма. В некоторых мистических частях еврейского вероучения говорится о скорлупе, которая наполняет мир и скрывает от нас истину Бога. И что нам очень сложно в этом плохо работает 5 озер. А? 5 озер. Что такое 5 озер? А, водка. А что мне хотел говорить? Я говорил о скорлупе. В этом мире действительно что-то набрызгано в воздухе, вот так вот. Оно набрызгано в воздухе, и оно мешает видеть Господа, оно только заставляет нас смотреть под ноги. Но написано, в один день Бог уберет эту покрывало, эту скорлупу. И восьмой стих говорит, поглощена будет смерть навеки. И Господь отрёст слёзы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. И скажет в тот день воскресшее, вот он наш Бог, на него мы уповали, и он спас нас. Все есть Господь, на него мы уповали, мы возрадуемся и возвеселимся во спасение его. Здесь не говорится, есть много разных видов спасения, спас меня от врагов, от болезней, от финансового какого-то ситуации. Здесь говорится вот именно эсхатологически воскресел. Здесь сделал меня тем, о чём предполагалось от самого начала. Но несмотря на всё это, смерть является великим злом. То есть с одной стороны великое благо, а с другой великое зло, потому что без остановочно напоминает нам о том, что это возмездие за то, что мы грешим. И показывает нам ту нашу слабую природу, в которой мы живём. Я знаю, мне Дима когда рассказывал, на молодёжке состоялся разговор, рождается ли человек грешным или потом грешит. Мы знаем, что христианство учит, что все мы в грехе родились, потому что во грехе родила меня мать моя. Еврейский подход другой. Я, наверное, придерживаюсь второго. Я не верю, что ребёнок рождается грешным человеком. И когда царь Давид в одном из псалмов говорит, вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя, это псалм 57 стих. он не подразумевает грех первородный, который там где-то в крови плавает. Он подразумевает, что в его родстве было много чего-то непонятного. Там были балаганы семейные, мавитяне, блудницы, там, помните, странная история, каким образом руд подкатило к Боазу, и всё-всё это. Вот про что подразумевает царь Давид. И именно одно из обвинений, когда он претендовал на трон царя, и к нему пришли старейшины, и там был разговор, и потом согласились воцарить его. Суть была в том, что они говорили, не можем мы тебя воцарить, потому что в твоём родстве есть непонятно кто. Но он говорит, посмотрите на меня, я простой парень, рыжий, но Голиафа я убил. потому что Бог со мной. Кстати, это одно из мощнейших противоядий анти- ешуа духу, который начинает говорить, он от блудницы про нашего Господа, и прочее, прочее. царя Давида были такие же конфликты с окружающими. Поэтому не огорчайтесь. Я думаю, что человек, ребёнок рождается чистым, но в мире, в котором мы живём, сорваны балансы. В мире, после того, как Адам согрешил, баланс на зло намного больше направлен, чем в сторону добра. И я вот сказал, вот эта тьма покрывала, существует. И поэтому у людей намного больше желания грешить, чем делать добро. И именно в эту сторону всех нас склоняет Исаия на эту тему сказал очень чётко. Все мы согрешились, обратились на свою дорогу. Но именно в этом и является подвиг нашего Господа, что когда Он родился, а родился Он, в теле человека полностью умолён и точно такой, как мы со всеми нашими потенциальными проблемами, под тем же покрывалом, но написано избрал добро. Был искушаем, но не искусился. То есть его атаковали такие же проблемы, но Он выбрал для себя подчинение Богу, устоял в этом и через сие соделался образцом подражания лидером, на которого мы можем смотреть. А если бы Он был на земле как ангел с крыльями, от которого зло бы отваливалось, ну то есть приближалось, падало, то каким образом могло исполниться слово, сказанное в послании к евреям, где написано мы имеем образец, которым мы должны подражать. Но Он был из плоти и крови. И здесь очень важное указание для всех нас. Еще выбрал идти за добром. И когда зло атаковало его, он обращал свои глаза к Богу, к Слову, к молитве. До сегодняшнего дня три этих помогают нам, если мы хотим. А если мы не хотим, то они на а то мы падаем. То есть если мы обращаемся к Библии, к Слову Божьему, если мы обращаемся к молитве и в нашей ситуации обращаемся, обзваниваемся несколькими телефонами и говорим слушайте, плохо мне, дурно мне, помолитесь за меня, поддержите меня. Эти штуки работают, до сегодняшнего дня работают. Советую вот как бы не забывать эту штуку. И все-таки смерть, она символ непокорности нашей. И мы, она постоянно напоминает, что мы слабые. это уже плохо, в этом оно зло. Еще смерть это источник физического мучения. И никакая смерть не бывает приятной. Вот я пару дней назад читал, в Америке одному осужденному насмерть вкололи штуку, так у него 20 минут было конвульсии, и потом хотели сделать ему мягкую смерть. Мягких не бывает. Бывает иногда, когда праведник пошел спать и не проснулся. Вот это круто, да? Правда круто? Мне рассказывал один брат из Иерусалима. Они вместе жили с Дериком Принцем. Он говорит, они вечером сели, тот проголодался, знаете, кто такой Дериком покушал, классно покушался, аппетитом, на утро просто не проснулся. Но пару лет до этого мы были там, и Дерик Принц говорит, вот у меня была опухоль в голове, и я не ожидал, мне сделали серьезную операцию в Энкерен, в Хадасе, в нашей больнице. То есть это предсмертные, пускай это взяло несколько лет до смерти, но это тоже не кайф, правильно? пройти через операцию, пройти через то. То есть смерть это зло, потому что в нем в любом случае есть мучение. В любом случае есть мучение. Но на самом деле когда медицинский я вам сейчас говорю, когда организм приближается к этому моменту, внутренние органы выражают ферменты определенные, которые туманят человека. И на самом-то деле человек, который уходит, он не страдает так, казалось бы, потому что он этими ферментами дурманин. Это Бог милует. Но, конечно, всегда лучше вот пошел спать, а? Тома говорит, мама ее так. И проснулся там. Но мы должны понимать, что это реальность, в которой мы живем. но смерть великий страх для неутвержденных душ. Опять я возвращаюсь к моменту. Все же в любой религии, не только у людей, которые веруют в священное писание Ветхого и Нового Завета, Танах и Новый Завет. Прочите, в любой религии люди знают верующие, что есть продолжение, есть, куда мы двигаемся дальше, есть бесконечность и лишь вот эта вот зловредная американская мечта, что нужно средачиваться только на том, чтобы сегодня купить хорошую машину и сегодня одеть хорошие штаны и поесть вот такой вот гамбургер. Вот у людей омрачает и они сбиваются и когда они поглощены только вот этими материальными вещами, то всякая духовность вне общинная их пугает. То есть они радуются прийти, собрание, аллилуйя, а вот все остальное на самом деле духовности снаружи намного больше. Здесь мы только заряжаемся, мы должны нести ее наружу. Все-таки Писание утверждает нас. И Иезекииль 37 глава 12 стих говорит нам посему посему из реки пророчества и скажи им так говорит Господь Бог вот я открою гробы ваши и выведу вас народ мой из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. Для нашего народа есть четкое обетование Эрот Исраэль даже те которые умерли на Камчатке или в Гулаге все равно воскреснут и приведет их Бог сюда. Но для тех кто не принадлежит Израилю но прилепились к нему через Господа Ишуа есть то же самое обетование воскресения в славе один из псалмов говорит дорога в глазах Господа смерть святых его неважно с какого народа они Исаия 58 12 стих и застроятся потомками твоими пустыни вековые ты восстановишь основание многих поколений восстановить основание многих поколений это не сделать реставрацию старому зданию это явный стих который говорит о воскресении из мертвых то что древнее поколение восстанут Иов 19 глава 25 стих а я знаю что искупитель мой жив и он в последний день восставит из праха распадающейся кожу сию говорит он не о том состоянии в котором он находился Иов был поражен какой-то болезнью и по-человечески помирал и когда его друзья ободряли он сказал им эти слова иногда думают что он просто надеялся что вот сейчас исцеление придет нет эти стихи говорят о том что если я умру то из праха все равно восстановит меня Господь в его жизни случилось иначе еще при жизни он получил восстановление и исцеление и мы как верующие в Господа люди имеющие дух того который воскрес из мертвых не просто можем мы обязаны цепляться за любую возможность молясь Господь соверши это чудо если ты хочешь совершишь если не хочешь нет но опция это существует и блажены те которые держатся за нее до последнего иногда это очень сложно смерть это великое благо великое зло великое скорбь и она скорбь из-за расставания сначала скорбят те которые уходят но потом они уже больше направлены туда а вот те от кого они ушли еще много могут скорбеть и это больно по-человечески поэтому в еврейской традиции существует 7 дней когда человек просто скорбит так они и названы 7 днями скорби это очень важно но Павел пишет в одном из своих посланий такие слова друзья я прошу не скорбите сверхмерно от тех которые ушли от вас потому что при воскресении они или мы не опередим друг друга все будет происходить параллельно мы встретимся и будем вместе с Господом всегда сия великая надежда еще говорит в Нагорной проповеди блаженны плачущие ибо они утешатся вы говорите там лучшее слово здесь плачущие ну плакать занозу в палец заткнул поглубже и уже плачешь там вы говорите написано слово Ашрей Авелим Мазы Авель Авель это плач об умершем и здесь еще очень четко говорит блаженный Авелим потому что утешатся я уже читал это место из 115 Псалма 6 дорога в очах Господа смерть святых его Деяния апостолов 24 глава 14 стиха Павел находится в заключении его поставили перед судом там стояли фарисеи садуке и римские ставленники и в один момент Павел вдруг такую фразу бросает мы имеем надежду на Бога что будет воскресение мертвых праведных и неправедных чего эти товарищи фарисеи сами ожидают посему моя совесть чистая непорочная перед Господом но Павел здесь озвучивает очень четкую вещь воскресение воскресение это наша надежда это то к чему мы призваны но очень важный момент принадлежать Богу на прошлой неделе я поднял этот вопрос и я сказал не веровать только а принадлежать я принадлежу возлюбленному моему он пасет меня между лилиями это много больше чем просто логический знак что где-то там есть принадлежать это возгребать в себе это наставлять себя и других это пребывать в общении это взбадривать себя я принадлежу принадлежу если я принадлежу компании какой-то фирме и там есть какой-то дресс-код то я принадлежу им потому что вовремя на работу прихожу так одеваюсь такие слова говорю вас приветствует компания телефон мы вам желаем благословения и процветания в ешуа машех но не так еще не говорят но скоро будет то есть у них есть дресс-код дресс-код принадлежать господу это возгребать себя без этого невозможно без этого без того чтобы быть наставленными мы не можем есть еще один момент для нас в Израиле живущих очень важный помните я еще сказал такие слова кто меня постыдится того я постыжусь перед ангелами отца моего помните не стыдиться его это не значит бросать бисер перед свиньями нет это не значит подойти в какую-то компашку где тебя просто высмеют нет но если тебе скажут верующий да верующий а зачем потому что Бог открыл мне потому что милость свою явил мне и я понял оно там засветилось не надо с флагом ходить я видел как одна ходила две библии держа одну вот так а другую вот так по улице это лучше на родео пойти в красном платье это глупо но не стесняйтесь не стыдитесь свидетельства его когда нужно когда важно и когда есть возможность потому что иной раз мы можем сказать добрые слова о вере поддержав человека слабого это это для него путь елен он может быть истоевает своих этих но слово о господе который воскрес из мертвых а лучшим из сынов израиля вау есть евреи счастливые ведь знаете евреи самые крутые юмористы в мире самые лучшие в России и самые лучшие в Америке юмористы самые лучшие евреи и некоторые говорят это от того апрессивного состояния в котором наш народ находится столетиями то есть подавленного то есть ты не можешь быть подавленным бесконечно юмор он начинает пусть Бог поможет нам в этом и знать что тот в Евсианах написано в этом кто действует насилою действующей насилою сделать может несравненно больше чем мы даже представляем понимаем то есть принадлежать ему это прилагать усилия но так же знать что Бог печется о нас и Он хочет для нас сделать несравненно больше ладно еще один момент о смерти моральный аспект знаете хоть где-то по теологически мы должны понимать что это есть искупление нам нужно бороться против этого медицински политически гуманитарно как угодно еврейская традиция говорит если еще один день жизни приобрел ты для человека еще одну возможность для чувы для обращения для покаяния созидал ему поэтому относиться к жизни человеческой типа ну и ладно все равно вечность пред ним я когда-то слышал очень интересную аллегорию мы знаем что в еврейской традиции шаббат ну работать нельзя а если иногда падает Йом-Кипур на Йом-Шаббат то это как бы ну вообще и вот такая вот парадигма когда пример случился ситуация что в том доме жил старик который умирал то есть он умирал он уже лежал в кровати он уже умирал и вдруг дом обвалился и старика завалило а это Йом-Шаббат и Йом-Кипур нужно ли броситься раскапывать его ведь он все равно он уже вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот да нужно потому что может быть с последним дыханием он скажет может он всю жизнь был не там а здесь скажет и последний момент поэтому мы имеем морально духовно обязательство сражаться я был пару дней назад пару дней вчера у Влади я уже говорил он весь трубками он верующий человек мы с ним не раз разговаривали он говорит я один в Израиле но я не один потому что я имею братьев сестер которые иногда меня навещают очень редко но он говорит я знаю что Господь со мною но нам нужно продолжать молиться за него вытягиваем потому что хоть он верующий человек может быть еще что-то еще чего-то хочет Господь все-таки по жизни существует страх смерти страх эта штука в руках врага очень мощная и вот Писание говорит нам первое послание Петра третья глава с десятого стиха кто любит жизнь и хочет видеть добрые дела тот удерживая язык свой от зла и устасывает лукавых речей уклоняясь от зла делая добро ищи мира стремись к нему потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их но лицо Господне против делающих зло и кто сделает вам зло если вы будете ревнители доброго но если и страдаете за правду то вы блаженны а страха вы их не бойтесь и не смущайтесь верующие люди часто бывают гонимы и гонители их гонят не за красивые глазки а из-за того что внутри чувствуют какое-то противление но очень часто эти гонители гоня верующих которые говорят вечность рай Господь внутри себя имеют сильнейшие страхи перед той вечностью в которую они не верят но внутри они содрогаются здесь Петр говорит ты страха в их не бойся страха в их не бойся послание к евреям 2 глава 13 стиха я буду уповать на него еще я и дети которых дал мне бог и как дети причастны крови и плоти так и он воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола и избавить тех которые от смерти от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству страх смерти это страшное рабство но Ешуа воскрес из мертвых и высвободил не только для нас открытую дорогу но и способность победить этот страх как его победить я уже сказал есть три вот то что моя голова говорит о них это писание которое дает нам какие-то слова которые стоит даже просто заучить которые говорят о воскресении второе это откровение знаете очень часто есть ложное мнение что откровение это вот ты идешь по улице и вдруг бац такая картина открытое видение ангелы там голос трудный говорит нет иногда откровение это когда тебя вдруг наполняет какая-то мысль ты знаешь не моя она потому что очень чистая но это откровение которое господь посылает тем которые стучатся если ты прессуем страхом смерти помолись господи пошли мне откровение это настоящая житейская проблема и нужда и он пошлет нет причины чтобы он не послал чтобы наполнить тебя радостью потому что если только страх поражает тебя ты раб я говорю эти слова должен признаться меня периодически скручивает потому что я такой же как все и хоть я говорю эти слова я так же как и вы нуждаюсь в том чтобы было откровение господь пошли нам это откровение каждому я молю тебя чтобы ты послал нам откровение от твоей победы над смертью вечности потому что мир с его покрывалами с корлупой отравляет нас еще один важный момент керила община он собрал нас в общину и иногда какие-то маленькие конверсейшн маленькие слова телефонный звонок просто переписка мне вчера было вечером очень хреново лучшего слова не могу подобрать и мне бац Эдик написал чего-то в фейсбуке я ему ответил мне легче стал я к чему говорю керила это ам израэль который в своей теве в своей природе содержит все эти божественные обетования и это как сообщающийся сосуд в одном месте стало меньше в другом стало больше когда то место где стало меньше кричит помоги оттуда где больше приходит немножко помощи и поддержки смерть она существо когда человек заходит в комнату вся комната наполняется его как это оккультисты говорят аурой энергетикой запахом если он забыл попользоваться дезодорантом если он злой то он зашел в комнату и все так пригнулись знаете у смерти есть свои запахи это фобии часто самые разные самые разные в лифт в бою зайти или в автобусе боюсь ехать или кого-то за руку боюсь подержать потому что заразу могу подхватить но это самая простая фобия просто купи перчатки одел поздоровался снял выбросил одел или этот крем сейчас есть алко все нормально это все фобии но если мы уповаем на того кто победил смерть то мы можем оказаться победе которая ободряет нас и ведет вперед то о чем я хотел сказать жизнь на этой земле из-за греха Адама временно но нам не стоит бояться будущего нам только важно принадлежать возлюбившему нас потому что потом будет опять временный период с ним на небесах или там где а потом будет воскресенье и человечество займет то место к которому было сотворено вечность на прекрасной земле где нет смерти и человечество вдруг становится тем для чего его сотворил Бог Господь Псалом 8 говорит немного унизил его по-русски перед ангелами на еврите перед Телухим венец венец творения который задействовал даже не только в своем мире а с мирами связанным это наше будущее которое Господь Ешуа делает очень красочным и ясным для нас я хочу закончить словами из Евангелия Тиана 12 глава 28 стиха 28 Иоанна 12-28 Отче прославь имя Твое сказал Ешуа и вдруг с небес пришел глаз и прославил и еще прославлю народ стоявший и слышавший то говорит гром говорит ему другие ангел разговаривать ему с ним но еврейская история говорит существует такое понятие как батколь слышали такое слово голос небес в жизни там во времена еще минимум 3-4 раза это было еще сказал ему на это сказал не для меня был голос сей но для Господа для народа слеха ныне судмирусиму ныне князь мира сего изгнан будет вон и когда я вознесен буду от земли всех привлеку к себе сие говорил он давай его разуметь какой смерть и умрет народ отвечал ему мы слышали из закона из Туры что Машех прибывает во век как же ты говоришь что должно быть вознесенному быть человеку сыну человеческому кто этот сын человеческий тогда еще сказал им еще на малое время свет есть с вами ходите пока есть свет чтобы не объяла вас тьма ходящий во тьме не знает куда идет да коли свет с вами веруйте свет да будете сынами света сказав это еще отошел и скрылся от них сегодня многие во тьме потому что еще они видят но мы видим может быть не глазами сердцем нашим видим и поэтому давайте будем продолжать ходить в свете мы находимся в сферат умер мы потрясаем нашими жизнями перед Богом говоря Господь мы верим что каждый из нас является плодом на этой земле того избрания которое ты явил нам я молюсь чтобы хак шавуот к которому мы идем был для нас праздником когда много откровения сверхъестественного мы получим не только хорошую проповедь не только хорошее мероприятие еда кусит и все такое но чтобы мы получили от него наполнение и обновление давайте помолимся давайте все встанем небесный отец молюсь пошли нам откровения помоги нам ценить жизнь помоги нам понимать смерть но ценить жизнь и помнить очень четко что где ты смерть где ты ад Ишуа превозмог все это и мы покажем возлюбленному нашему дай нам надежду и веру и помоги Господь в тех слабостях в которых некоторые из нас находятся еще раз молюсь о силе исцеления для стоящих здесь и для близких наших для Влади для моей мамы для каждого кто болеет обнови укрепи яви свою помощь и мир я молю тебя Господь во имя которому поклонились все остальные миры царю царей и которому поклонится недалеком будущем земля на которой мы живем которая есть дом финца творения человека мы благословляем Твое имя Господь во имя И все это скажут Амин И варех лиха адонай ваишнер яэр адонай пана валеха ваиху неха иса адонай пана валеха ва ясем лиха шалом будьте благословенны шаббат шалом шаву отов сми